Виноград 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 Смазываю противень А я жду, не дождусь, чтобы узнать, что мы с виноградом будем делать Ой, если можешь, помоги мне, пожалуйста, поделить его пополам Виноград Виноград я беру кишмыш, самый мелкий У него очень тонкая кожура, которая не чувствуется Обычно виноград, когда я приготовлю, нужно обязательно очистить кожуру Если же будете использовать какой-то другой виноград, то очистите от пленочек Тогда у нее будет такой деликатный вкус у этой печени Я выкладываю печень на противень Я не буду ее обжаривать, как обычно мы это делаем Стараюсь жареного есть поменьше Подают это блюдо с малиново-виноградным соусом Малиново-виноградный соус, это звучит так, знаешь, аристократично богато То есть, в принципе, во Франции это достаточно дорогое блюдо Очень дорогое А пробовала я его у своих друзей Они живут в Париже Донецко-ялтинские французы Ничего себе смесь Да Накладываем, спасибо большое тебе, виноград А сколько его должно быть? Полтора стаканчик где-то таких приличных Перемешиваю это все хорошенько Так, соль То есть, это доказательство того, что блюдо будет все-таки соленым Немножко перца Перемешиваем все это Обязательно накрываем фольгой для того, чтобы она не подрумянила сверху и не засохла Она должна быть влажной И отправляем ее в духовку разогретую до 200 градусов на 30 минут Так, ну что, поварилось наше вино на одну-вторую У него появляется такой вот темный цвет, более насыщенный Не такой, как у вина После этого я сюда добавляю бульоны куриные Сколько? Ну, чуть меньше, чем полстакана Кладу сюда виноград Уже целиком Оставшийся, уже целиком Так, закипает виноград Ему нужно повариться где-то минут 5-10 Он должен приготовиться, он должен быть проварен хорошо И где-то за 2-3 минуты до окончания приготовления нужно добавить сюда малину Трудно представить, с каким гарниром можно подать такое блюдо Я, как правило, это блюдо подаю как такую сытную горячую закуску Я не подаю его вообще никогда с гарниром Оно очень такое аутентичное, самостоятельное Я кладу сюда малину Стакан винограда, стакан малины, соответственно А можно вместо малины использовать какую-нибудь другую ягоду? Ну, смородину, думаю, что можно будет, будет вкусно С ежевикой тоже будет очень вкусно и хорошо Но мое любимое сочетание это виноград и малина к печени Пару минут и можно будет соус измельчать То есть он не должен быть густым? Да, да Все, он готов, Надюша Не переварите, потому что малина поменяет свой цвет И, соответственно, цвет соуса будет испорчен Теперь я измельчаю Просто в специальном стакане это будет делать удобнее и безопаснее, что немаловажно Конечно, красота же вся По-моему, все Мы измельчить-то измельчили Причем насколько качественно и быстро это получилось Как всегда, когда под рукой есть удобная современная техника Да, но это еще не все в косточке Они измельчаются из малины Поэтому берем сито И процеживаем Прямо вот сюда Я так понимаю, что когда закончится сезон винограда Закончится и сезон печени под виноградным соусом Но ведь малину мы можем заморозить и какие-то другие ягоды Но я не слышала, чтобы замораживали виноград Виноград Всю зиму продается, пожалуйста, покупайте Такой вот кишмыш Продается почти до Нового года Он очень хорошо сохраняется А чем ближе к зиме, тем более замороженной становится малина Ну потому что мы же обязательно будем замораживать ягоды Чтобы они сохранили все свои великолепные свойства Да, да Все семечки остались у нас в сети Ну что, соус процежен готов Уже 3 минуты печень в духовке А через 27 минут блюдо будет готово Для нас с вами время пролетит незаметно И, кажется, готова печень Доставай Давай проверять Готова она или нет Ну вот, смотри Красивая, румяная и готовая Теперь нужно печень Вместе с виноградом Отправить к соусу Я не делаю наоборот Потому что здесь достаточно много Есть лишней влаги В том числе и жир, который нам не нужен Так Так что можешь доставать тарелочки Для того, чтобы все было по-честному и правильно Нужно отправить эту печень сюда Проварить в соусе, да? Да Так, я испачкала тут досточку В салфетке где-то у тебя есть Ну, конечно, есть Это так удобно, когда бумажные салфетки под рукой И уже все чисто Да Буквально дать закипеть и минуты две, не больше Потому что она уже готова Ей готовиться не нужно Ей нужно насытиться этим соусом Ну и, желательно, и минут десять еще, чтобы она постояла Ну, мы с тобой ждать не будем Будем кушать сразу Кипит наша печень Она стала такого красивого цвета И Можем подавать Выложим ее красиво Буквально через пару минут мы сможем попробовать это удивительное блюдо А пока я напомню, как мы его готовили Чтобы приготовить куриную печень с виноградом в малиново-виноградном соусе Вам понадобится Куриная печень Малина Виноград без косточек Соль Молотый перец Белое вино Куриный бульон Печень промыть в проточной воде Обсушить Очистить от пленок И нарезать крупными пластинами Виноград разрезать на половинки Смешать с печенью Посыпать солью и молотым перцем Сахаром Противень смазать сливочным маслом Выложить полученную смесь из печени и винограда Сверху противень накрыть фольгой И отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку И готовить печень на протяжении 30 минут Для соуса в отдельной посуде Прогреть белое вино на среднем огне Чтобы оно выпарилось примерно на треть или на половину Затем добавить куриный бульон Виноград И малину Проварить еще около 5-10 минут Получившийся соус измельчить блендером Протереть через сито Готовую печень с виноградом Смешать с соусом Довести до кипения И проварить минуты-две Но сочетание необыкновенное Поэтому я пока не попробую Не смогу даже о своих впечатлениях сказать Аромат, конечно, приятный Но в целом, Танюш, это одно из тех блюд Которое ты приготовила А я тебе доверяю на 100% И все-таки я сомневаюсь Представляешь? Да, представляю Потому что мне тоже было очень странно Когда я такое увидела И ты прям с виноградом, да? Я ожидала, что печень Будет очень нежной и сочной Потому что она готовилась в духовке Но то, что она будет иметь Такой необычный привкус Это для меня новинка Которая мне пришлась по душе Откровенно говоря Спасибо тебе огромное Редактор субтитров А.Семкин